Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Все для самостоятельного изготовления шкафов-купе. Распил ДСП. Готовое к работе элементы из МДФ. Детали из стекла и зеркал любой сложности. Яркие фасады дверей. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». 69400. С 1 июля за коммунальные платежи кировчане станут платить больше. Подробнее об этом и других новостях смотрите далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». С 1 июля в Кировской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Об этом сообщили в областном правительстве. Цена за воду и тепло подскочит сразу на 7%. На электричество почти на 5%. Рост тарифов власти объясняет ростом рыночных цен на топливо и ремонтные работы. С 13 июня в стране вырастут цены на водку. Минимальная стоимость бутылки вырастет до 190 рублей за пол-литра. Напомним сейчас, ее цена не может быть ниже 185 рублей. В Кировской области наблюдается рост числа безработных граждан. На начало июня в службе занятости зарегистрировано больше 10 тысяч человек. Под угрозой увольнения остаются еще 4 тысячи работников. В Кирове стали известны результаты ЕГЭ по географии и литературе. На 100 баллов эти предметы написали только два человека. Один из них школьник из Кирово-Чепецка, второй из Оричей. Сколько выпускников не справилось с заданиями, пока не оглашается. У этих учеников есть возможность подать апелляцию 10 и 14 июня. 9 июня в Драмтеатре пройдет официальная презентация гимна города. Его исполнит хор студентов и Вятский симфонический оркестр имени Раевского. Напомним, гимн города был выбран по результатам голосования граждан. Победителем стало произведение Прохора Протасова. Кировчане смогут купить билеты в Крым со скидкой. Льготы доступны молодым людям в возрасте до 23 лет. Женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Также скидка предоставляется инвалидам. Минимальный тариф в одну сторону составит примерно 3,5 тысячи рублей. Подробную информацию можно узнать в кассах аэропорта Победилова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова